Друзья, всем привет! Сегодня я подготовил для вас подборку полезных хитростей мастеров и полезных советов почти на все случаи жизни. Так что присаживайтесь поудобнее и погнали! Для первой хитрости понадобится обычная пластиковая бутылка. Я взял на полтора литра. В ней ближе к горлышку проделаем отверстие на 25 мм. А с противоположной стороны делаем маленькое отверстие с шилом или чем-то подобным. Теперь идем тестировать. В маленькое отверстие продеваем отвертку и бутылку приставляем к радиатору, к винту спуска воздуха. Откручиваем винт и после того, как весь воздух из радиатора выйдет и польется вода, можно больше не переживать, что она польется на пол. Вся вода окажется в бутылке. Очень удобно! Далее возьмем маленькую пластиковую бутылку и на ней начертим ровную линию вдоль. Я пользовался угольником, чтобы получилось поровнее. Далее в бутылку наливаем немного воды. Вкручиваем в стену саморез и вешаем картину. А из бутылки получился уровень, которым ровняем картину. Удобный способ, если под рукой нет стандартного уровня. Главное начертить ровную линию на бутылке. Для следующего совета понадобится ножовка, на которой я сделаю разметку, отступив от зубьев необходимое расстояние. В моем случае 2 см. Сделаю три точки вдоль полотна. Далее наклеиваю двухсторонний скотч по этим точкам. А затем приклеиваю к ленте какую-либо планку. Получился отличный ограничитель глубины пила. Очень удобно, если надо выбрать, например, паз. При этом нет необходимости контролировать глубину пропила. Просто спокойно пилим и потом стамеску убираем лишнее. Очень просто и эффективно. Откручивая болты, ключ частенько выпадает из рук, особенно в неудобных местах. Поможет это исправить обычный неодимовый магнит, который ставим на ключ и работаем как обычно. Только ключ теперь не стремится упасть, так как примагнечен к болту и можно крутить хоть одним пальцем, не боясь его потерять. А вот вам совет, как выкрутить из патрона разбитую лампочку. Для этого понадобится пластиковая бутылка. Куда ж без нее? Горлышко которой подплавляем зажигалкой и аккуратно приклеиваем к основанию разбитой лампочки. Немного подождав, пока пластик затвердеет, просто выкручиваем лампочку из патрона. Кстати, она довольно прочно держится в бутылке. Следующая самоделка для садоводов. Возьмем вот такую насадку-миксер для дрели, желательно дешевую, как у меня. Стоит около 150 рублей. И зажав кусочки, отпиливаем в нее лишние запчасти. Далее вставляем насадку в шуруповерт и делаем бесконечное число лунок для посадки чего-либо. На удивление, такой бур очень легко входит в землю. Также я пробовал проделать лунку в целине. И результат тоже отличный. Так что тема рабочая. Продолжение следует... Как оторвать скотч от бумаги, не повредив бумагу и то, что на ней написано? Просто отрываю и получается очень плохо. Есть один способ, который я недавно увидел в интернете. Просто берем скотч с двух сторон и тянем его, пока он сам не отвалится от бумаги. При этом он ее никак не повреждает. А вот способ, как выпрямить кусок провода. Просто вставляем его в патрон дрели и слегка прижав его пассатижами в основание, начинаем медленно включать дрель. И по мере выпрямления двигаем пассатижик в краю. Через некоторое время получится ровный отрезок провода. Вы когда-нибудь пробовали просверлить отверстие в трубке? Сверлок так и норовит куда-то убежать в сторону, так и хочется его как-то зафиксировать. Поэтому предлагаю сделать простой и быстрый в изготовлении кондуктор. Для этого замеряем диаметр трубки. Я, кстати, купил на Али вот такую удобную ручку штангель-циркуль. И таскаю ее всегда с собой. Очень удобно снять размер и тут же его записать. Ссылку, если кому пригодится, оставлю в описании под видео. Далее берем подходящее сверло и небольшой брусок. Сверлим сначала одно отверстие. Затем устанавливаем то сверло, которым будем сверлить отверстие в трубке. И перпендикулярно первому отверстию сверлим второе. Теперь вставляем трубку и спокойно сверлим в ней отверстие. Сверло теперь никуда не убегает. Друзья, а на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Если нашли для себя что-то полезное, то ставьте лайки и пишите комменты, что именно вам понравилось. А также не забывайте подписываться, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!